Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня программа «Тема дня» выходит в эфир из-за рабочего кабинета, исполняющего обязанности министра здравоохранения Александра Гашкова. Здравствуйте, Александр Васильевич! Добрый день, Дмитрий! Добрый день, жители Ульяновской области! Какова сегодня ситуация с распространением COVID-19? Как мы выглядим на фоне соседних регионов? На уровне ПФО мы находимся ровно на середине. Среднее количество пациентов с COVID-19, которые выявляют в день, это порядка 400-450. За последние две недели отмечаем снижение в среднем на 6,3%. На изменение ситуации сказались нерабочие дни, которые были введены по всей России? Снижение связано и с карантинными мерами, потому что не будем скрывать, и, честно говоря, даже гордимся этим, что снижение пошло как раз после так называемых нерабочих дней. Это первое. Второе – это вакцинация. Вакцинация все-таки работает. Мы видим очень четкий эффект. И, соответственно, банально за два месяца у нас снижение количества занятых кодек практически в два раза. В том числе и пациентов с тяжелыми формами, и пациентов с более легкими формами. Где сейчас чаще всего заражаются ульяновцы, и какой возраст подвержен заболеваниям чаще всего? Ну, основное место заражения – это семья. Семья – близкие контакты. В близкие контакты, соответственно, в это входят общение с друзьями, общение с родственниками. Это порядка 40%. Порядка 20% – это рабочие коллективы. И остальные причины распределяются примерно посередине. Что контакт не выявлен, либо контакт в ингруппах. Основная категория в течение последних трех месяцев – это трудоспособное население возрастом 29-50 лет. Они составляют более, ну, в среднем они составляют порядка 40%. Как у основной массы заболевших протекает заболевание и достаточно ли мест сейчас в госпиталях? В первую очередь, все-таки это свойства вируса. Во-вторых, это индивидуальные свойства организма. Потому что мы видим, собственно, случаи повторных заражений, которые зачастую протекают тоже достаточно тяжело. А там порядка 30% повторных заражений, они протекают значительно тяжелее. В том числе и за счет этого роста. Если говорить по клиническим формам, в легкой форме у нас болеет порядка 74% населения. Порядка 3%, максимум 4% – тяжелая форма. И, соответственно, все это средне-тяжелые формы, которые находятся в том числе на обладах рабочей. В настоящее время у нас развернуто более 2,5 коек. За последнюю неделю мы сократили 319 коек. Свободный коечный фонд на сегодня составляет более 30%, то есть фактически 800 коек. И в течение последующей недели при условии стабильной заболеваемости, если не будет роста, соответственно, планируется сократить порядка 300 коек. Для чего это делаем? В первую очередь для возвращения к плановой работе, к плановой госпитализации наших пациентов. В первую очередь это наши диспансерные группы. Диспансерные группы по заболеваниям сердечества, сосудистой системы, дыхательной системы, сахарный диабет. Ну и, собственно, еще пару десятков заболеваний. Лекарства для лечения в стационаре и амбулаторным больным поступают регулярно в регион? По препаратам для амбулаторного лечения мы готовы как минимум на ближайшие 2 месяца, опять же, при условии сохранения текущей заболеваемости. Обеспеченность лекарственными препаратами превышает более чем 90%. Сразу же отвечу на вопрос, почему 90%. Есть категория пациентов, которые не требуют фармакотерапии. Либо это пациенты выздоравливающие, либо это пациенты с бессимптомной формой, либо, как бывает зачастую, это просто контактные пациенты. В том числе мы рассматриваем как пациент в определенные моменты. Это касательно амбулаторного лечения. То есть фактически по амбулаторному лечению вопросов с лекарственными обеспечениями в настоящее время. По стационарам. По стационарам обеспеченность лекарственными препаратами составляет более 95%. Все основные группы препаратов, либо, собственно, аналоги определенных препаратов имеются в наличии. Единственные... Это уже антибиотики, да? Это не только антибиотики. Это четыре основные группы. Во-первых, это противовирусные, во-вторых, это антикогулянты. Это третье, соответственно, антибиотики. И четвертое, это, собственно, препараты для лечения, ну, скажем, для симптоматической терапии. Там у нас порядка 8 препаратов. Препараты в наличии есть, поставки регулярные. В определенный момент на уровне региона были вопросы по... Да, собственно, не только на уровне региона. На уровне Российской Федерации были вопросы с поставками, так называемых, гормонов. Это дексаметазон. Данные препараты были... Не данные препараты, а конкретно дексаметазон. Он был в дефектуре, но на уровне лечебных учреждений был... Его заменитель предницалонца, то есть, наработали эти препараты. В стоящее время вопрос решен. Вопрос по поставке генно-инженерных препаратов отрабатывается в ежедневном режиме, в том числе и с Министерством здравоохранения Российской Федерации, с Министерством промышленности Российской Федерации. И, ну, я думаю, что вопрос практически решен. Порядка двух третий генно-инженерных препаратов на уровне регионов у нас присутствует. Насколько опасен новый африканский вирус и действуют ли против него наши отечественные вакцины? Ну, касательно южноафриканского штамма, насколько я знаю, на текущий момент в России не выявлено ни одного случая выявления. Касательно клинической картины, касательно, собственно, заразности, да, и патогенности вирусной информации у нас в настоящее время достоверно нет. Касательно эффективности вакцинации. Ну, основные наши вирусологи, это Гизбург, это руководители наших научно-исследовательских центров, говорят, что вакцинация в настоящее время эффективна. По крайней мере, давайте пойдем даже отобратно, что информации о неэффективности вакцины в отношении нового штамма ее нет. И, соответственно, по большому счету, если подходить более обширно к вопросу, по большому счету вирус остался этим же самым. Основное тело вируса осталось прежним. Изменился небольшой участок белка, который как раз кодирует, который отвечает за кодирование, за размножение вируса и так далее. То есть, фактически, порядка 98% вируса остались прежним. Соответственно, вакцина, она будет эффективна в отношении данного вируса. Прививочная кампания не провалена? Как вы считаете, не слишком ли затянулся этот процесс? Если честно, хотелось бы сделать все это значительно раньше, значительно более, можно же сказать, чуть проще. Да, мне не совсем понятны позиции людей, которые называют себя противниками вакцинации. Не будем говорить нынешние модные слова. И самое главное, и самое основное для меня, как для человека в белом халате, как для медика, как для человека, который более 20 лет в отрасли, я не понимаю, каким образом люди, не имеющие отношения к отрасли, не имеющие медицинское образование, могут делать какие-то выводы, рассказывать какие-то очень длинные истории, которые, по большому счету, к реальной действительности, к реальной картине, к действующей ситуации отношения не имеют никакого. Если честно, я лично рассматриваю подобные вещи, вы меня извините, как пиар на крови. То есть за каждым словом человека, который это говорит, не владея ситуацией, стоит не только здоровье, но стоят и жизни. А при условии, что мы понимаем, что у многих подобных роликов и подобных деятелей есть десятки миллионов просмотров, то вред и, можно даже сказать, количество жизни измеряется не единицами, а даже не десятками. Смертельных исходов, летальных исходов после вакцинации в Ульяновской области нет сфиксировано. Был один случай, о котором говорили, который, скажем так, в общественности разошелся в качестве, что смерть после прививки, провели служебное расследование, вакцинация, а непосредственно к смерти отношения не имеют. Были клинические разборы и на уровне лечебных учреждений, и на уровне Мездрава России. Связи нет. Какой вакциной лучше сегодня прививаться? Однокомпонентной или двух? Вопрос провокационный, я бы сказал. Ну, давайте подходить к чему? Что все мы разные. У каждого из нас есть определенные заболевания, определенное, банально, состояние здоровья, определенный вес, определенные привычки в том числе. И, соответственно, говорить, что каждому пациенту показана именно вот эта вакцина, говорить нельзя. Абсолютно не обязательно. Есть очень четкое понимание, что у нас есть основные группы населения. Есть пациенты, скажем, условно здоровые, есть пациенты, имеющие хронические заболевания, но не имеющие факторов риска, и, соответственно, есть группа пациентов, имеющие хронические заболевания, и относящиеся к группам риска. Плюс очень серьезный вопрос – это возраст наших пациентов, это возраст людей, которых мы вакцинили. И, соответственно, по каждому пациенту, в каждой ситуации решение должно приниматься индивидуально. Но самое главное, основное, все вакцины, представленные в настоящее время в России, в Российской Федерации, они все эффективны, они прошли клинические исследования, и самое главное, что они реально предохраняют от риска смерти, во-первых. И второе, все-таки самое основное, да, наиболее широкое – это риск инфицирования. Ну и, соответственно, зачастую задается вопрос о том, что вот я вакцинирован, но я заболел. Но когда приходишь в коронавирусный госпиталь, когда приходишь в красную зону, начинаешь разговаривать с людьми, что основное количество вакцинированных людей – это люди-схронички. Основное количество людей, которые имеют прививку и находятся в госпиталях, во-первых, это люди с, ну, скажем, 60+, второе – это наличие как минимум одного, а то и двух хронических заболеваний. Основные из них – это сахарный диабет, это ожирение, это заболевания силищей сосудистой системы. И один из принципиальных моментов лично для меня – это история касательно абсолютно объективных показателей. Это процент поражения легких. У вакцинированных пациентов процент поражения легких зачастую в два раза меньше, чем у пациентов невакцинированных пациентов того же самого, с тем же самым анамнезом, имеющих те же самые заболевания. Очень серьезный фактор по вакцинации – это средние, так называемые, средние сроки пребывания на койке. Средние сроки пребывания на койке вакцинированных пациентов, если все-таки пациент попадает на койку, они в среднем на 30% ниже. То есть если средние сроки, пациенты с тяжелой степенью, с объемным поражением, с КТ-2,3 не составляют порядка 11-13 дней, то вакцинированные пациенты, то есть это 7-9 дней. Это очень важная вещь и она очень важна. Плюс достаточно часто задается вопрос, почему вакцинированные пациенты госпитализируются в лечебные учреждения. А простите, профилактику никто не отменял. И задача наша по сохранению жизни и здоровья пациента, простите, она у нас первая и основная. И зачастую в определенных ситуациях, и это очень четко написано, и методические рекомендации, и собственно я это доношу и сотрудниками здраво до уровня главных врачей, непосредственно лечащих врачей, и первичного звена инстационаров, это ранняя госпитализация пациентов из групп риска. Крупа риска это 65+, это сахарный диабет, это гипотоническая болезнь, это ожирение. То есть не надо ждать, пока пациент затяжелеет на оболуторном звене. Мы обязаны, не только должны, мы обязаны данного пациента при наличии показаний, при наличии угрозы здоровья госпитализировать на уровень госпиталя. Какие осложнения дает ковид, и следующий вопрос, где же можно пройти реабилитацию постковидную, в каких медучреждениях, куда следует обращаться? На самом деле очень сложно сказать, что тяжелее, что опаснее. И то, и другое представляет огромную опасность для наших пациентов. Потому что если сам ковид, это история, которая длится в среднем 10-12 дней. А восстановительный период после ковид-19 может длиться, собственно, не неделями, а даже не месяцами. Порядка 70% наших пациентов, перенесших ковид в средне тяжелой и тяжелой формы, отмечают, во-первых, изменение памяти, второе, это усталость, третье, это изменение внимания, это изменение, собственно, когнитивных процессов, и плюс, кроме этого, обостряются хронические заболевания. О хронических заболеваниях, я, собственно, уже говорил раньше, но могу сказать еще раз, это сахарный диабет, это гипертоническая болезнь, это заболевания легких, это, собственно, ожирение. Все данные заболевания, они однозначно сложнее прогноз для пациентов, они однозначно удлиняют сроки восстановления. По касательной реабилитации пациентов, касательно дальнейшего наблюдения за здоровьем переболевших, существует мероприятие, которое называется углубленная диспансеризация пациентов после перенесенного ковид-19. Пациенты, перенесшие ковид-19, через 2 месяца, через 60 дней, имеют возможность, да и по большому счету должны пройти углубленную диспансеризацию, которая включает в себя два основных этапа. Первый – это скрининговый этап, и второй, соответственно, при наличии показаний, это доопледование. В стоящее время на уровне 9 уже учреждений здравоохранения, собственно, мы только говорим о городе, и, собственно, на уровне каждой районной больницы уже есть возможность прохождения данной диспансеризации. Вот, в первую очередь, это городская поликлиника номер 4, это городская больница номер 2, это городская больница номер 3, это с некоторых пор центр Максимчука, центр медпрофилактики, и, собственно, практически каждая поликлиника имеет возможность проведения первого этапа. Для чего это делается? Для того, чтобы мы все-таки определили факторы риска, для того, чтобы мы могли посмотреть урон, можно так сказать, урон от инфекции организму, и своевременно принять меры для восстановления здоровья. Спасибо вам большое за интервью. Это была программа «Тема дня» из рабочего кабинета, исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова